здравствуйте дорогие друзья меня зовут надя райсул и на моем канале сейчас мы будем делать расклад для всех тех кто родился под знаком зодиака офи и мы посмотрим какой будет ваша неделя наступающая неделя неделя которая начинается 14 ноября настраивайтесь на расклад будем смотреть почему быть готовым понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье основные энергии недели вам выпадает рыцарь мечей карта достаточно воинственная она говорит о том что вы будете готовы идти рьяна в бой и это не обязательно имеет отношение к военным действиям хотя и этот вопрос не исключен но вопросы достаточно критического характера которое нужно будет быстро решать это может касаться и работы и личной жизни но такой момент что быстро собрались и либо поехали в поездку либо связали с нужными людьми обсудили важные вопросы то есть резко нужно будет что-то делать быстро собираться и решать какой-то вопрос давайте смотреть что у вас понедельник понедельник четверка чаш в принципе карта на бытовом уровне может говорить о том что погода будет не очень хороший идет дождик заскучали дома наступила время хандры и апатии да потому что вот какие-то негативные эмоции здесь собираются как-то так серое небо тускло не очень хочется что-то делать это если говорить о таких бытовых вещах в принципе карта на событийном уровне рассказывает о том что это время когда особенно ничего не происходит есть какое-то желание остановиться и особо ничего не делать вот хочется как-то так уединиться возможно выпить чашечку чая заскучали по данной карте нет каких-то активных действий события не разворачиваются все немножечко обыденно возможно быть цел кто-то может действительно себя не очень хорошо чувствовать по этой карте может быть недостаток энергии либо просто нет желания что-то делать иногда по этой карте мне проигрывается что пошли в магазин купили что-то ненужное потом расстроились вот этот момент есть и еще на бытовом уровне карта может говорить о том что может быть какое-то предложение для вас а вы всего того что находится в таком эмоциональном состоянии пропускаете это предложение поэтому как совет все-таки обратить внимание на те возможности которые будут у вас понедельник поехали дальше вторник выпадает вам старший аркан ярофант как проиграется для тех кто действительно себя не очень хорошо чувствовал понедельник может проиграться обращение к врачу с целью диагностики то есть дать анализ проверить свое состояние здоровья пообщаться с врачом для семей у которых есть детки здесь может проиграться общение с преподавателем с учителем с классным руководителем ваших детей по поводу их обучения вот этот момент есть для некоторых проиграется как поход в церковь за каким-то советом возможно кому-то нужно поговорить со своим духовным отцом получить утешение и в общем то возможно даже какой-то совет если вы общаетесь с вашим духовным наставником более на таком личностном уровне принципе для большинства проиграется как общение возможно со старшим родственником с кем-то из вашей семьи то есть это могут быть и папы и мамы и бабушки и дедушки и тети и дяди когда вы обращаетесь либо за помощью либо рассказывайте какую-то свою ситуацию для того чтобы получить совет принципе это может быть совет от любого другого человека который вот на вашей стороне который вас выслушает проникнется вашей ситуации и вам поможет вот этот вариант есть дальше идем среда тоже не очень хорошая карта пятерка пентаклей как вы видите карта говорит о том что есть какая-то проблема которая вас волнует либо вопрос который волос волнует вы не совсем можете разрешить на данном этапе этот вопрос пытаетесь найти комфорт хоть где-нибудь да вот видите он прячется дождя под грибочком но пока еще сложно после этой карты обычно поворачиваются события либо в лучшую сторону либо в худшую то есть среда у вас переломный момент чего может касаться как правило это касается работы финансов потому что пентакли это все-таки финансовая карта то есть можете быть не совсем довольны своим финансовым положением либо той ситуации которая сложилась у вас на работе для некоторых не для всех проиграется действительно вопрос здоровья вот волнуетесь о чем-то переживаете поэтому давайте смотреть что нам принесет четверг на следующей неделе четверг достаточно благоприятный у вас день восьмерка пентаклей будете как вот этот коваль да то есть на работе будет очень много задач если вы не ходите на работу значит день который вы проводите дома он будет насыщен насыщен различными задачами то есть работа идет в полную силу работать будете как говорится в поте лица то есть возвращаетесь вы все-таки более такое рабочее настроение становитесь более активными и вот эта среда да это ваш переломный момент когда вы выходите из какой-то достаточно сложной ситуации и переходите в более позитивные вибрации более позитивные энергии и в пятницу прекрасная карта девятка пентаклей это карты когда мы подводим итоги по девятке пентаклей безусловно проигрывается позитив в плане ресурсов финансов благополучия возможно что-то придется немножечко подождать но эта карта сбора урожая то есть получение каких-то благ за все то что вы сделали раньше то есть хорошая карта однозначно для кого-то действительно здесь могут быть какие-то заготовки запасы да кто-то может что-то готовить впрок например сделать закупки на зиму если у вас зима до смысле приближается зима в декабре потому что в австралии в декабре начинается лето для тех кто смотрит меня в южном полушарии то эта карта скорее всего будет говорить о том что пришло время собирать урожай пришло время собирать плоды ваших трудов и выходные прекрасная карта четверка жезлов она говорит о комфорте о уюте о доме когда вы можете провести время со своим партнером со своими детками пойти где-то погулять сходить на пикничок отпраздновать какие-то события какие-то достижения порадоваться успехам своих детей своих внуков до в зависимости у кого что то есть наконец-то вы отдыхаете получать удовольствие карта достаточно кармическая потому что части с эта справедливость вот проиграется все так как вы это заслужили то есть если вы делали что-то хорошее раньше другим людям то что-то хорошее воскресенье придет к вам да вот будет гармония баланс благополучия если были какие-то вопросы и события которые заставляли вас переживать здесь в начале недели то к воскресенью эти энергии улягутся и вы будете чувствовать себя более гармонично давайте посмотрю еще быстренько на ленорман что стучит что гремит что сердце успокоит на следующей неделе стучит мужчина к вам гремит клевер прекрасная карта она говорит об удаче то есть мужчина принесет вам какую-то удачу сердце успокоит развилка если прочитать эти карты в совокупности то получается что вам будет какое-то предложение от мужчины который даст вам выбор когда вам предлагают несколько вариантов развития вашей карьеры в плане работы если вы ищете работу здесь может быть несколько предложений плане работы то есть может быть одна позиция другая позиция опять же это может быть ваш партнер который придет к вам с предложением куда-то поехать даст вам на выбор несколько мест да например хочешь поехать в кафе поесть наши любимые блины или может быть ты хочешь поехать на пляж да это я так говорю образно у нас в австралии сегодня очень хороший солнечный день такая ассоциация просто пришла ну что ж мои хорошие благодарю вас за просмотр этого видео как всегда я очень рада обратной связи пишите оставляйте комментарии буду безумно рада отзывам о том что вам нравится что вам не нравится какая подача недельных таро короскопов вам больше по душе а с вами была я надя райс до свидания до новых встреч